Речь иранского президента Махмуда Ахмадинеджада на конференции Дурбан-2, посвященной проблемам расизма, 20 апреля 2009 года в Женеве. Воздадим хвалу Богу Единому, кто справедлив, добр и сострадателен. Да вознаградит Он пророков Своих благословением и милостью Своей, от Адама до Нории, Авраама, Моисея, Иисуса Христа и Его последнего пророка Мухаммеда. Да пребудут они в мире, предвестники монотеизма, братства, любви. Могу ли я просить уважаемую аудиторию простить этих несведущих людей? Субтитры создавал DimaTorzok Воздадим хвалу Богу Единому, кто справедлив, добр и сострадателен. Да вознаградит Он пророков Своих благословением и милостью Своей, от Адама до Нории, Авраама, Моисея, Иисуса Христа и Его последнего пророка Мухаммеда. Да пребудут они в мире, предвестники монотеизма, братства, любви, человеческого достоинства и справедливости. Господин председатель, уважаемый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, уважаемый Верховный Комиссар ООН по правам человека, леди и джентльмены. Мы собрались здесь, на втором раунде конференции Дурбан, против расизма и расовой дискриминации, чтобы разработать практический механизм для нашей священной и гуманной миссии. В течение последних столетий человечество прошло сквозь великие страдания и боли. В средние века мыслители и ученые приговаривались к смертной казни. Затем последовали времена рабства и работорговли. Миллионы невинных людей угоняли в плен, разлучаясь с семьями и теми, кого они любили, чтобы в ужасных условиях отвезти в Европу и Америку. Это был темный период, отмеченный еще и оккупацией, мародерством и массовыми убийствами невинных людей. Прошло немало лет, прежде чем народы восстали, начали борьбу за свою свободу и независимость и заплатили за это высокую цену. Они отдали миллионы жизней, чтобы изгнать оккупантов и создать независимые национальные правительства. Тем не менее, недолгое время спустя узурпаторы власти развязали две войны в Европе, прошедшие чумой по отдельным областям Азии и Африки. Эти ужасные войны унесли около ста миллионов жизней и оставили после себя многочисленные разрушения. Если бы оккупация, ужасы и преступления этих войн послужили уроком на будущее, это явилось бы лучом надежды. Победившие державы назначили себя завоевателями мира, игнорируя или принижая права других народов, навязывая деспотические законы и порядки в мире. Леди и джентльмены, давайте взглянем на Совет Безопасности ООН, который является одним из наследий Первой и Второй мировых войн. Какое логическое объяснение стоит за правом вето, которым они себя наделили? Как может подобная логика соответствовать человеческим и духовным ценностям? Разве нет здесь несоответствия общепризнанным принципам справедливости, равенства перед законом, любви и человеческого достоинства? Разве не является это дискриминацией, несправедливостью, нарушением человеческих прав и унижением для подавляющего большинства стран и народов? Совет является главным законодательным органом в мире, принимающим решения, гарантирующие мир и безопасность во всем мире. Как же мы можем ожидать воплощения справедливости и мира, если дискриминация легализована, и законы создаются путем силы и принуждения о несправедливости и уважения прав? Принуждение и высокомерие порождают в мире войны и тиранию. Хотя сегодня многие поборники расизма и порицают на словах и в лозунгах расовую дискриминацию, большое количество могущественных стран присвоили себе право принимать решения за другие страны, основываясь на своих собственных интересах и по своему усмотрению. Они могут легко нарушать все законы и игнорировать общечеловеческие ценности, что они уже не раз демонстрировали. После Второй мировой войны, под предлогом еврейских страданий, они прибегли к вооруженной агрессии, чтобы лишить своего дома целый народ, и прислали мигрантов из Европы, США и других стран мира с целью установления абсолютно российского правительства на оккупированных землях Палестины. Действительно компенсируя ужасные последствия расизма в Европе. Действительно, компенсируя ужасные последствия расизма в Европе, они помогли прийти к власти в Палестине самому жестокому и репрессивному расистскому режиму. Совет Безопасности помог установлению оккупационного сионистского режима и поддерживал его в течение последних 60 лет, дав ему полную свободу действий в безнаказанности своих преступлений. И что наиболее прискорбно, многие западные правительства и Соединенные Штаты сами совершили преступления, защищая этих российских виновников геноцида. В то время, когда во всем мире люди с незатуманенным сознанием и способностью свободно мыслить осуждают агрессивные преступления сионистов, массовые истребления, бомбардировки и другие зверства, осуществляемые над мирным населением в секторе Газа. Они те, кто всегда поддерживают Израиль или тщательно замалчивают постыдные действия сионистского режима. Дорогие друзья, уважаемые делегаты, леди и джентльмены, каковы истинные причины, побудившие США напасть на Ирак и вторгнуться в Афганистан? Афганистан. Каковы истинные причины, побудившие США напасть на Ирак и вторгнуться в Афганистан. Какая причина стоит за вторжением в Ирак, кроме высокомерия тогдашней администрации США и давления со стороны обладателей власти и богатства, кроме стремления расширить свою сферу влияния и защитить интересы гигантских компаний по производству оружия, стремление оказать влияние на великую культуру, чья история насчитывает несколько тысячелетий, уничтожить потенциальную и практическую угрозу сианисскому режиму со стороны мусульманских стран или захватить энергетические ресурсы, принадлежащие иранскому народу. Действительно, почему почти миллион людей были убиты и ранены и еще несколько миллионов покинули свои дома? Почему иракский народ перенес огромные потери, исчисляемые сотнями миллионов долларов? И почему в результате этой военной акции на американский народ было возложено бремя в миллиарды долларов? Разве военная акция против Ирака не была спланирована самими сианистами и их союзниками в тогдашней администрации Соединенных Штатов? И не явилось это делом рук стран-производителей оружия и обладателей богатства? Восстановило ли вторжение в Афганистан, мир, безопасность и экономическое процветание в этой стране? В этом стране?